Всем здорова! Вам очень зашла эта рубрика, так что было принято решение оставить её на постоянной основе. Тем более, слишком уж много в геншине приколов, которые я не могу понять своим небольшим мозгом. Вот взять, например, Михуё. Да, я буду называть их и дальше Михуё, мне так удобнее. Они как бы сделали очень крутую игру, чего только стоит полноценный порт игры для телефонов. Да ещё и показали, что бесплатная игра может быть без кучи всплывающих баннеров, а просто цеплять своим геймплеем и отлично с этого зарабатывать. Но куча их решений, которые я не могу понять, никуда не делась. А пока мы начинаем, ты не забудь подписаться на канал. Поехали! Дубины переговоров — это, конечно, хорошо, но все мы хотим получить желанную легендарку. И в этом прекрасно поможет геншин-дроп. На геншин-дроп ты всегда можешь выбить примогемы по низкой стоимости. Например, вот этот кейс стоит меньше 50 рублей, а шанс выбить 60 примогемов — огромный. Кейсов на сайте очень много, но все мы любим халяву. Ты можешь крутить бесплатные кейсы и легко накопить себе на дорогой кейс кучей примогемов. А благодаря системе апгрейдов теперь это сделают ещё проще. На сайте частная система вывода через официальных посредников, так что за свой аккаунт ты можешь не переживать. При выводе достаточно вести только уид из игры. Но и это ещё не всё. По промокоду CRY30 ты получишь 30% к пополнению. Так чего же ты ждёшь? Ставь ролик на паузу и бегом на геншин-дроп. Ссылочка в описании. И первое, что я не понимаю — зачем вливать столько ресурсов в чайник? Притом, этот вопрос меня интересовал с момента получения своего первого чайника. Михуё так старались сделать свой симс, так ещё и с увлекательной рубкой деревьев. Притом, но объективно, чайник нравится единицам. Уберите оттуда награды, и 99% людей снесут свои майнинг-фермы и больше никогда в жизни в него не зайдут. Но Михуё не останавливаются. Добавляют эти зелёные сундучки, за которые даже примагемы не дают. А, вроде в сумеру начали давать, но я уже не вспомню. И опять же, просто держите в голове, что скорее всего у них есть отдельные люди, работа которых заключается в рисовке предметов для чайника, чтобы вы потом эти вещи не делали и просто про них забывали. Зачем этот чайник вообще нужен, я не понимаю. Второе, что я не понимаю — почему Михуё постоянно убирают крутые ивенты, но оставляют душные. И я даже не буду затрагивать тему карт, в которые все наиграли за неделю и задушились. Про рыбалку во имя улова тоже говорить ничего не буду, это дело вкуса. И я верю, что это может кому-то нравиться. Но прятки, которые Михуё добавляет каждый месяц уже 2 года подряд, уже порядком надоели. В то же время, последний ивент, который мне супер понравился — это битва навозными жуками. Я думал, сделают что-то типа покемонов. Так ещё и с друзьями можно будет пвпшиться, прокачивать жуков, сделать разные билды. Это же просто супер. А что в итоге? 4 боя отыграл и ивент мы убираем. Хорошего понемножку, иди играй в прятки. Я просто не понимаю. Третье, почему Михуё не добавляет капибар? Вам может показаться, что я шучу. Но Геншин является игрой, которая вечно создаёт хайп вокруг себя. И для Михуё добавить 3000 отсылок на аниме — это норма. Но при этом мы будем полностью игнорировать капибар. При том, что капибары — это добрейшие и прекраснейшие животные. Вы видели, как они кушают апельсинки? Нет? Ютуб в помощь. Дайте мне маленького капибарёныша-питомца, который будет бегать со мной по Манштату. Всё равно полезнее будет, чем чайник. Кстати, пэтов ещё и отдельно можно продавать за те же кристаллы. В том же Варкрафте, например, есть детёныш капибары, который будет за тобой везде бегать. Почему тут его нет? Ну это же так просто, ну я не понимаю. Четвёртое. Почему Михуё вечно обделяют маленьких игроков? Я не совсем знаю, как это работает в данный момент, но приведу пример с Инадзумой. Раньше на стримах мне постоянно жаловались ребята маленьких рангов, которые выбивали, например, Райден, и не могли вообще её качать из-за того, что Инадзума доступна от 30-го уровня приключений. И никаких решений за это время разрабы так и не предоставили. И точно такая же ситуация была с ивентами. У тебя 20-й ранг, и ты ещё физически не можешь дойти до Инадзумы? Ну, значит, ты без праздника сегодня, ведь нельзя сделать телепорт из Манштата на ивент. Притом, ладно бы, хоть ивент был как-то связан с Инадзумой. Помню, мне тогда жаловались на ивент Тавер Дефенс. Просто сделать телепорт из Манштата? Нееет, я не понимаю. И последнее, что я не понимаю больше всего. Так это почему из кабанов делают агрессивных животных? Мало того, что капибар не добавляют, так ещё и из милых кабанчиков делают таран, который влетит вас при первом удобном случае. Так мало того, умирали от кабанов 100% всех игроков. Что? Ты исключение? А ты в курсе, что за это вообще-то дают ачивку и 5 примогемчиков? Михуё хочет сделать из кабанов кровожадных и опасных существ. Зачем? Я не знаю. Спасибо, что смотрел ролик до конца. И специально для тебя анекдот. Молоко было открыто, Диона нажала вин плюс м, и молоко свернулось.